Компания «Акселот» предлагает вашему вниманию фильм о проекте комплексной автоматизации современных складских комплексов завода «Техно», входящего в состав корпорации «Техно-Николь». Корпорация «Техно-Николь» — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Это 53 производственные площадки в шести странах мира, 22 представительства в 18 странах мира, 19 учебных центров, 6 научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. Завод «Техно» — это одно из крупнейших в России и Европе предприятий по выпуску базальтовой теплоизоляции. Производственная мощность трех технологических линий превышает 4 миллиона кубометра утеплителя в год. Предприятие изготавливает более 140 марок продукции из каменной ваты, в том числе плиты для тепла и звукоизоляции. Подразделение «Техно-Николь», специализирующееся на производстве минеральной изоляции, расположено в девяти городах. Со склада «Завод техно» в Рязани начался масштабный проект по автоматизации управления складской логистикой на базе программного решения «Акселот» ВМС-Х5. После завершения проекта в Рязани началось тиражирование системы на остальных производственных площадках. Складской комплекс в Рязани — это большая территория, площадь которой составляет более 100 тысяч квадратных метров. Изготовленная продукция хранится преимущественно на открытых площадках. Компания «Техно-Николь» сконцентрирована на развитии и улучшении не только качества производимой продукции, но и предоставляемого клиентам сервиса. Поскольку на любом производстве склад является связующим звеном между заводом и покупателем, нашей целью было в первую очередь повысить показатели производительности и оптимизации логистических процессов. Мы, как внедренцы, также понимали, что для «Техно-Николь» было важно снять нагрузку с корпоративной системы, связанную с введением учета логистических процессов, передав эти функции в ВМС. В компании «Техно-Николь» у нас есть такой показатель эффективности, как производительность труда. Мы активно его отслеживаем, ежегодно прирастаем в этом показателе. В частности, данный показатель в росте производительности труда на складе готовой продукции также показывает рост. И с 2010 года по 2015 год мы данный показатель удвоили. Однако организационные меры, следуя нашему лозунгу «Инновации прежде инвестиций», уже не давали того эффекта, который мы хотели. Соответственно, нужны были какие-то новые прорывные технологии. Мы видели необходимость введения автоматизации бизнес-процесса управления складом. Справляться со всеми этими задачами нам помогает система управления складом «Аксилот ВМС-Х5». Выбранная для внедрения система «Аксилот ВМС-Х5» как нельзя лучше подходила для решения задач проекта. Обладая развитым функционалом, повышенным быстродействием и возможностью гибкой настройки под специфику предприятия, ВМС-система эффективно решила задачи оптимизации логистических процессов. Специалисты компании «Аксилот», занимавшиеся реализацией проекта, использовали в работе свой обширный опыт, полученный при автоматизации производственных складов. Автоматизация большого склада при производстве завода «Техно» потребовала решения ряда интересных задач, вызванных как спецификой работы самого склада, так и особенностями площадки. Из-за большой площади автоматизируемого объекта и хранения продукции штабелями до 6 метров практически невозможно использовать Wi-Fi на наших складах. Сигнал экранируется, установка и поддержание большого количества Wi-Fi точек приводит к значительному издержку. Выходом из ситуации стало использование терминала сбора данных с 4G-модулем. Помимо устранения проблем с покрытием, такой вариант позволил значительно сократить издержки на поддержание связи терминала сбора данных с системой. Следующей особенностью нашего склада является нанесение разметки на асфальте. Соответственно, в зимний период, когда разметка заносится снегом, очень сложно определить точное место расположения ячейки назначения. Вследствие этого была реализована возможность определения ячейки по сканированию штрих-кода с любого рядом стоящего поддона. Ввиду того, что на складе одновременно существует множество планов приемки и производства, сам процесс приемки фактически осуществляется без планов. Чтобы избежать простоев, вызванных возможными расхождениями в документах приемки, продукция из производства просто принимается на склад после сканирования штрих-кодов. Сверка товара производится уже корпоративной информационной системой завода, а расхождение фиксируется постфактум. По такому же принципу осуществляется и приемка продукции от других заводов, так как вся эта продукция произведена техно-николь, нет необходимости фиксировать документально недопоставку или перепоставку товара. Кроме того, упрощен процесс приемки товара от других заводов. Если на склад поступила фура одинаковых палет, то вводить номер партии и дату производства каждой палеты не требуется. Возможно, приемка по шаблону первой принятой палеты, когда была зафиксирована вся необходимая для учета информация. Реализован механизм приемки позиций по методу кросс-докинг. Штрих-коды используются из внешней системы. Метод позволяет отгружать комплексные рейсы не только продукцию конкретного завода, но и других заводов техно-николь, расположенных в Рязани. Этот метод удобен для клиентов, им не приходится ездить по площадкам разных заводов, так как всю продукцию техно-николь можно получить в одном месте. На складе был реализован процесс умного планирования эстакад. Если в заказе присутствует несколько видов продукции, то ВМС-система сама определяет, что и откуда удобнее отгружать. Выбирается оптимальная эстакада с учетом расстояния от эстакады до продукции. При этом система настроена таким образом, что в зависимости от текущих приоритетов планирование может быть осуществлено либо по принципам FIFA, либо из соображений сокращения пробега техники и общей скорости процесса. На складе реализована группировка задач по разным условиям в зависимости от роли, а также приоритетов. Осуществляется автоматическая выдача групп задач исполнителю в зависимости от его роли, последнего местоположения и приоритетов, которые могут меняться в режиме онлайн, и тогда сотрудник получает новую задачу. Это типовой функционал управления дедлайнами, модифицированный таким образом, чтобы обеспечить максимальное сокращение перемещений персонала. Соответственно, могут автоматически меняться и складские роли. Один сотрудник может выполнять несколько видов операций – отбор, подпитку, отгрузку и все это в рамках одного блока задач. Автоматизирован процесс управления очередями транспортных средств, при котором автомобили запускаются на территорию в автоматическом режиме, что позволило оптимизировать процесс отгрузки. На текущий момент система внедрена на шести складах завода «Техно». В городах Рязань, Хабаровск, Белгород, Красный Сулин, Заинск и Челябинск. В планах тиражирования системы еще на трех складах завода, расположенных в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Автоматизация склада помогла компании выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами, повысить производительность и точность работы, унифицировать складские процессы на заводах и, что особенно важно, создать инструменты для дальнейшей модернизации и развития компании. В данный момент компания «Техно Николь» активно развивается. Мы развиваем наш интернет-магазин, мы понимаем, что мы сталкиваемся с новыми вызовами, растет доля комплексных отгрузок, соответственно, необходимо сокращать квантзаказы. Справляться со всеми этими задачами нам помогает система управления складом «Аксилот ВМС-Х5». Компания «Техно Николь» является приверженцем инновационного подхода к организации работы, и мы всегда следим за тенденциями рынка в области цифровизации. Наверное, каждый сейчас знает понятие «индустрия 4.0». Мы считаем, что простой автоматизации уже недостаточно. Будущее – зароботизированными системами. И внедрение ВМС – это большой шаг, который компания «Техно Николь» делает в этом направлении. Это качественная база, без которой невозможен дальнейший прогресс, и мы довольны полученными результатами.